я не буду тебя бить по плечу, я тебя ляпну, нет, я тебя ляпну по-настоящему, давай, 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 Чак, давай, Чак, ты бьешь как баба, кендель, давай тебя ебанью. Зачем? Ну, Чаку Норрису 80 лет, мы решили с этого начать, самая известная фраза, ты бьешь как баба. Еще надо было тебе сделать вот так. Ты называешь, что ты бьешь как баба. Вон ты это удар, ты что не знаешь? Правильно, давайте. Только это показывать, это показывать не надо. Ладно, Чаку Норрису 80 лет и браво Чаку Норрису! Дожил, дожил. Самые смешные комментарии были именно под этой новостью. А, поздоровайся, пожалуйста. Это музей шоу Red Hot Chili People, недельный вечер, и мы, тиждень был важкий, складный, коронавирусный, но мы это все дело перетворим на шуточку. Да, да, по поводу Чака Норриса говорят, что это не Чак Норрис заболел коронавирусом, это коронавирус заболел Чаком Норрисом. Но самое смешное, которое мне, кстати, наш Коленька сказал, это Чак Норрис может вырвать страницу из соцсетей. Для меня самое смешное, это Чак Норрис досчитал до бесконечности два раза. У нас минулого тижня было два таких трешака, две трешаковых новини. Одна про голодупый концерт до 8 березня и другая новина про хрестную ходу в Віннице антикоронавирусную. Ну, то есть там, вот, я даже не знаю, с чего начать. Как хочешь. С голодупой давай начнем. С голодупики, да? Ну конечно. Да, в облгосадміністрации Херсонской области. Да, наши любимые. Откуда, кстати, приехал? Коронавирус. Играевская другая, Виктор, но давай вот это оставим. Вот это лучше оставим, да. Он думает, что он бессмертный, как Чак Норрис. Да. Он тоже прошел Counter-Strike, кстати. Нам одинаково лет. Ну. Вот. Туда пригласили группу, как они там называются, Степ и Те. Я не знаю, как они называются, знаю их песню. Степ. Смаженый кабанчик, курка с майонезом. А я что, должен танцевать? Сядем беляхатрой. И эта группа выступала прямо на, так сказать, Совете. А у них пикничок был, наверное, какой-то, да? Пикничок с пиджейками, как тебе такое? С пиджейками? С пиджейками. Я себе даже представлю. Ладно. Я убираю там эти все обладаемцы. Это тоже прикольно. Обладаемцев администрация. Как парад. Но как пиджейки танцевали под смаженого кабанчика? И размер пиджея какой должен быть. Вот и кушали, походу. Ну попы, ну дупы попы, у них такие ничего были. Мы потом, Коля вставит там кусочек видосика, чтобы показать. Прям такие ничего попы. Коля вставит попы. Коля вставит попы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так вот. Коля есть. И потом я уже читала, я тебе уже доповню читала, что ця группа степ начала отмазаться. До речи, звольнили чувака. Мы казать это не начали. А это что, обоих администрации мы не знали? Это вообще секретарь первого зама и второго там. Нет, это слуги народу, что вы хотите вообще? Они тоже люди. Короче, звольнили чувака, который запросил эту группу выступать перед аудиторией. А это арт-директора госадминистрации? Да. Арт-директора госадминистрации. Звучит классно. Облдержадминистрации. Арт-директор. И группа степ заявила, что ну люди добрые, ну что ж вы так жорстоко с людьми. И взагалі, это ж не церква облдержадминистрации. Они как-то должны были переименоваться степ в какое-то другое. В пар, например. Да дайте хоть где-то выступить, они говорили. Понимаешь? Хоть где-то дайте выступить. Может для девочек это единственный шанс побывать в облдержадминистрации. Ну да, и так так. Они там все кабинеты знают. Кстати, у них что-то колготы почему-то были порваны именно. Первый раз. Первый раз. А мне? Они приходят и говорят, здравствуйте, мы к вам с ответным визитом. Здравствуйте. Кстати, спасибо. А вот и Коля. Кстати, Коля повернись, ага тебе люди побачат. Да, видите, он есть. О, это Коля. Такие красивые у нас. В простонародье просто мы Кола. Да. Мы Кола, да. Это всего погода. Коля, кстати, камеру продал, поэтому картинка. Хватит. Короче, дальше. Колянавирус получился какой-то. Колянавирус. Борьба с коронавирусом. Как можем? Боремся, как написал один известный в городе хореограф, не буду говорить его фамилию, но молитва такая китайская. А сейчас запикает меня. Китайская хуйня, обойди меня. Обойди меня. Причем запикает китайскую хуйню. Причем самое интересное, да. Он, это известный человек, взрослый такой очень. Он такую молитву пишет. И больше того, наверное, она ее читает. Так вот, в Венеции, значит, сейчас это Украинская православная церковь Московского патриархата. Надо обязательно это добавлять, да? Да. Да. Они там взяли пример, видимо. Они взяли пример и они сейчас решили устроить ходу. Борьба с коронавирусом. Вот как можем. Хрестную ходу. Да. Мы позвонили нашему эксперту. Да? Ты звонила. Звонила, пыталась. Ивану Верескуну. Да, Ивану Верескуну пыталась. Нашему специальному корреспонденту. Украинскому. Да. Классный в Церкви. Слава Верескуну. Слава Верескуна, в Церкви. Питалась в него, чи випадково нас не намечается. Так давай переключим. Он перехрестився. Да ладно. Иване, Иване, доброго дня! Что вы видите, что вы видите? Он перехрестився и сказал, слава Богу. Нам такого не будет. У нас такого не будет. Да, но сейчас ходит прикольный мемчик в Facebook. Короче, как зобрались, там, ну может з десяток бабасики підпалюют якийсь цей. Когда ты кашь бабасики, то такое ощущение, что ты спишь, а то под кроватью. Они подпаливают аркуши паперу и ходят, проводят обкуривания, и, напевно, с той самой молитвой китайской ***, обиди меня, это все, что они проводят. Правильно говорить ***, они еще показывали, как надо, с какой стороны, как крутить. То есть, да, собачиваешь? Да, да, там активисты такие, бабусики, бабасики. Это как бабусики, только бабасики, понятно. Но, на самом деле, это все не было бы так смешно и смешно, да. Как не было бы так смешно, это было бы так смешно. Да, ну понятно. Ну да, ну, в общем, мы же, как всегда, перечережу, по-все. Вот. Все из носа. Колян! В общем, житель Кировоградщины, а саме Олександрец, выкрав из аптеки 13 тюбиков зубной пасты. Нахряжа. Наркоман довбаный! Он ее себе в зубы втирает, понимаешь? Общая сумма 825 гривен. Ну, короче, попадает он, да? Под статью попадает. Может, он будет так бороться с коронавирусом? Может, он думал, что надо коронки чистить? Он как-то думает, коронавирус на коронках. И он себе там золотые коронки. Как вариант? Зачем человеку воровать? 13 тюбиков пасты. А, все, я вам расскажу. Чувак работает в магазине, например, Ева. У него недостача 13 тюбиков. Ну, что же будет платить? Пошел, пионерил и все. Отдал. Герою, выйдите с приложухи, что ты там собираешь? А? А? Не, я просто, я новость просто прочитал. Он ферма. Он там ферму играет просто и все, да? Да, друг мой попросил, говорит, вот, расскажи о том, как я спор. То есть славы хочешь, да? Да. Ну, окей. А Витя начал тут накидывать про коронки. Ну, а как? Ну, зачем? А что делать? Что делают с зубной пастой? Может, он кроссовки чистит. Может, он пионер еще и думает, что он пионер. И скоро королевская ночь. Он решил всех девочек намазать. И караманты. Кстати, последняя ночь человека, который заболел коронавирусом, королевская. Заболел Том Хэнкс вместе со своей супругой. Вот это, да, это новость этой недели, что уже даже не обходят стороной. Понимаешь, китайская. Уня. Премьер-министр Великобритании, по-моему, тоже заболела. Министр Хэнкс. А, серьезно? Это вообще прекрасно. И футболист Ювентуса. Да, он с Кришчан Рональдой играет. Ну, там, походу, ему тоже. И, короче, перенесли конференцию по коронавирусу. И из-за коронавируса, кстати. Ну, это Бумберг сказал, да? Это очень крутое. Все, я ушел так, две шутки. Ты все закончил, давай, ты на пике, давай. А ты разберешься, давай. Закончится. Ну, тебя понял. И у меня. Покашлял. Вот вы все ржете, ребята, так нельзя. Так нельзя. Моя новость феноменальна. Александрит. Конечно. Нет, я просто, ну, просто теперь на весь мир известны два имени. Лена и Тамара. И больше того, известный еще город, который до этого был известен только Петру Алексеевичу, а теперь известен всему миру. Город Винница. Лена и Тамара на пятисотлетней фреске Рафаэлевской выцарапали свои имена Лена-Тамара-Винница. Представьте, вот в танце Рафаэля, и люди приходят и вот так вот делают. Это просто ужасно. Лена и Тамара. Мне кажется, что приблизительно было так. Подходит, что за мазня? Хряк Лена и Тамара. А может быть, это сам Рафаэль написал, и это проявилось. Может быть, у вас были любовницы. Лена и Тамара. И он их как-то там записал. И он когда-то был в Виннице, и теперь в Виннице поедут все туристы. Чтобы не забрать, откуда, если порыться еще во фресках рафаэлевских, наверняка есть еще Оля со Светой, которая с Херсона, например. Там все из Африки танцевали. Да, вот понимаешь? Там на справке тоже много надписей. Много, оказывается, надписей. Вот, вот, это Рафаэль таким образом показал, что он гуляка. И почему ты здесь из Украины? А потому что Рафаэль украинец. Нет, он знал, что у нас... Я украинец. Рафаэль Цобенко. Да, вот оно все. Вот мы все четко раскрыли, как это было. Он просто знал, что в Украине сами красивые девчата. Как там? Тамара, ну, Петры. Гомосексуалисты все сидят. Никто не знает, что у нас красивые девочки. Сеня? Сеня, покажись. У нас помимо Коли есть еще Сеня. Ну, давай. Самая печальная новость. Сейчас, видите. Ну, давай, говори, говори. Потому что я сейчас Колю кину. Раз подходит, да. Самая печальная новость. Из-за карантина в городе отменили чествование ЖКХшников. Аааа. У них раз года праздник. Сегодня. Серьезно? А надо мыть руки. Да, у них парад был минулого року. Да, они выходили на парад. А в этом году нельзя собираться. Мне кажется... Ну, кстати, и можно собираться. Потому что в нашем городе вряд ли есть 200 сотрудников. Ну, да. Если бы было, то были бы... Очень, давай. То, что у нас в городе творится, на набережной особенно, то... Они так думают, да что мы не так делаем? Да, ё-моё, сколько же можно? Слушайте, ну, давайте мы им просто побажаем чего-то. Ну, чего-чего? Чтобы они не были такими злыми. Чего? Ну, да. Да, чтобы им новых венников купили. Чтобы новых венников при них, Олегов. Я им желаю меховых, оранжевых накидочек. Зимой, да? Зимой, да. Чтобы приехал с Теппи и с пюджейками выступил хотя бы. У них на мероприятии. А я хочу побажать, что им никогда не текло. Ни день не капало и не текло. Подожди, это уже кихашников или у этих венеровых? Это чтобы они никогда не были у венерологов. Вот так вот она хотела пожелать. Не было у них ирочки вот этой. А я пожелаю им, чтобы они на подъездах писали число и дату точную, когда не будет воды. Просто у меня на подъезде написано, 2020 год с 10 до 12 не будет воды. А когда? И вот я сижу 2020 и думаю, ё-оу, ебаный. Весь год? Весь год не будет воды. А почему? А ты смеешься? А это правда. Понимаешь? Ты думаешь, что-то ошибся кто-то, а никто не ошибся. Теперь так будет все время. Кстати, про вот это, ты же сказала, про текло вообще прям как-то звыть. Про все, ты хочешь сказать какую-то новость? По всей Украине сейчас самая главная новость это... Карантин. Карантин, да. Не знаю, как кто, дети обрадовались. Родители взвыли, потому что надо какой-то девать детей. Но на самом деле, так ли все смешно? Я перевожу нашу передачу, серьезное русло. Добрый вечер, друзья. Это пусть говорят. Время с Дмитрием Душевым. Дмитрий и Душевым. Это два человека. Вы же вдвоем сидите там на центральную камеру работаете. Что будет со стороны? На самом деле, так ли все опасно, если у нас только один случай зарегистрировано. И, кстати, есть один еще по подозрению. Да, слушай, ну, подозрений, правда, много, но знаешь, в нас завжди, яка ситуация? Когда людям говорят, что один официальный, они все равно где-то подозривают, что на самом деле их больше. Как только сказали, что начался карантин, сказали, врут. 100%. Половина населения уже болеет. Да, что уже хворі. А взагалі, мы же, когда вчера с тобой спілкувалися, да? Скільки там? Скільки там? Шестьдесят миллионів? А що це ви в субботу? Чуть с кровати не упало так. Так укривайся. Скільки? Шестьдесят миллионів видаємає? Ну, по самым оптимистичним, 15 миллионов може умереть. По таким нормальним, 68 миллионів человек умрет. Небольшая такая градация, я считаю. Ну, так, интервалів. Просто нагоняется такая тема, Ангела Меркель сказала, 70% населения Німеччины может заходить. Откуда вы знаете, Ангеля? Я знаю. Я роблю все для этого. Каже, я особисто с каждым всем поспілкуюсь. Короче. Ну, я же не знаю. В общем, разгоняется плотно, и вообще нас ждет кризис 2008 года. И, короче, и старые люди. Ну, реально жопа. Но есть у нас классный рецепт. Ну, один рецепт придет трошки позже. Я прочитала, например, ты помнишь, мы рассказывали, что британец выздоровел от коронавируса, лихаясь виски и медом. Виски и медом, да. И под дъявом надо лежать. Это классно. И наша традиция. У нас есть самогонка, у нас есть чеснок, у нас есть сало, у нас есть перець. Ну, а тоже есть виски и мед. Короче, люди, ликуйтеся. Бо мы того варти, да? Ликуйтеся, бо мы того варти. Вот так же у себя должно. Ликуйтеся. В Киеве водитель, находясь в нетрезвом состоянии, случайно передал патрульным. Вместе с паспортом наркотики. Короче, его в паспорте была пяточка. Пяточка. Добрый день. Вот. И когда ему там, ну что, он паспорт передавал, я не знаю, может перепутал с правами. А может у него не было уже, у него забрали уже за пьянку, например, права. А куда это было? И он должен был ездить с паспортом. Лен, ну 11 марта было. 2013 году. И как раз в этот период один из нас был в Киеве. И это не я, и не Юра, и не Лена. А перед этим он забыл права дома. И взял паспорт. Добрый вечер всем любителям Виктора Душака. Я бы хотел уточнить по поводу добить пяточку. Ты думаешь, мы с ним раскурили вместе ее, что ли? Я сказал не добить. Я сказал, вложил в паспорт пяточку, как это Крендель делает всегда. Это Крендель дурущок так закладку мне подсунул, понимаешь? Он типа говорит... Классно, классно, классно. Никогда не найдешь, говорит. Настоящий мужчина должен провозить наркотики в себе. В сердце. Олень, отойдите. Розовые пони. Ладно, ладно. Ну было и было, да, Витя? Да, было и было. Давайте так, смотрите, ребят. Учитывая, что к нам идет человек, который занимается орехами, у нас к нему мог бы быть вопрос. Мог бы быть. Значит, в Умане случился инцидент. Два компаньона, которые занимаются орехами, что-то у них там не поделили, и один другому всадил 15 пуль. 15! Ты, ***, пуль! Как в 90-е. Это что, вы палили, что? Я не знаю, что это было. Подожди, он стрелял картечью или что? Он стрелял, вот просто говорил, один орех тебе, второй орех. На каждый килограмм, бам-бам. Реально убил чувака компаньон за орехи. Представляешь, за орехи. Короче, продам или куплю орех, я тебя буду обходить. Обходи стороной. Пишу. Они реально за орехи убивают людей. Ты представляешь... А вот те, которые куплю волосы, это такие же чуваки? Нет, там... Тебе продавать нечего, поэтому не бойся. Вот как надо было довести один другого компаньона, чтобы он... Это же не просто так. Значит, что-то между ними было. Люди просто так друг друга. ***, не убиваешь. Слушай, подожди, кстати. Кстати... Орехи это... Не убиваешь, тварь. Есть очень известное кофе три в одном, а потом появилось... А потом появилось два кофе. Три минус один? Да. Короче. Не да, два. И на этой странней ноте я хочу запросить у нас нашего гостя. Так, пидай, ничего? Да, нормально. Короче, Лин друг Тушека, Кент Кренделя и бизнес-партнер нашего Душека. И твой? Любовник Данилиши. Пам-пам-пам. Евгений Берестенко! Привет, 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 привет. Сетерочка. Вон он был, типа. Да, вообще-то надо... Ну, ну, ну. Евгений Берестенко, у тебя такой загар неприличный. Они скрывают отношения, поэтому он сказал привет. Ну, успел ее пощекотать. Если бы это было в 5-м катере, это было бы вот так. Я никому не расскажу. И сел. Ладно, вырежем, хорошо. Можно? Не смешно, окей. Если бы это было в 25-м кадре, это было бы после шутки вот так. Но мы не в 25-м кадре. Леночка, задавай вопрос Жене, пожалуйста. Женя, ты бизнес-тренер, да? Я нет. Спасибо, спасибо, Женя. Мы позвали бизнес-тренера, но... Но он не бизнес-тренер. А кто ты? Это как бы сильно громко сказано. Где-то, точнее, неправильно сказано. Потому что я организатор сообщества для развития личности. Комплексного развития личности. Знаешь, у меня был такой выкладач в университете. Он сказал, оно то так, но немного не так, а если подумать, то совсем не так. У меня тоже такой выкладач был. На самом деле, грубо говоря, организатор. Я не беру на себя эту ответственность бизнес-тренера, потому что я не преподаю ничего. Я просто организовываю и как бы рассказываю о спикерах своей аудитории. И они потом выступают. Все. Слушайте, спасибо. Давайте я позову бизнес-тренера. Бизнес-тренера. Я сам не знал. Нет, нет, я-то знал, я вас побеждал, что это не бизнес-тренер. Но мы, но зато, смотри, но зато это организатор вот таких вот штукенций интересных. Ты делаешь их только в нашем городе. Ну да, пока да. И что, ну, как-то вдаётся, есть в тебе те, кто приходят послушать других людей? Да, есть. Это небольшая аудитория, но есть. До 10 человек. В 8 в среднем. Ну и что им рассказывают? Им рассказывают, как сидеть в позолоту сайловый тдзен в бизнесе? Чи что? Нет, ну вы делаете такое интервью со мной и не знаете, не смотрели ни одного видео. В смысле не смотрели? Мы участвовали в них. Вы участвовали, а я к девушке обращаюсь. Слушай, я хочу тебе позадавать питание, потому что наши глядачі тем больше тебя не знают. Как тебя зовут девушку? Он не знает. Он пришёл к нам на интервью и не знает, как тебя зовут. О-о-о-о! Квитичка! Красиво! Как ты? Магрипаха Репулая. Да, вот это можешь так меня называть. Хорошо. Ты красная мама наркобизнеса Крабирницкая. Хорошо, очень приятно. Можете ещё раз продублировать вопрос? Что-что? Продублируйте вопрос, пожалуйста. А ты с первого раза не понимаешь? Мне кажется, ребята, пойду. Пойду. Пойду, папа. Окей. Ох, как горечо. Жарко, жарко. У вас просто так это хорошо получается. О-о-о-о! Пойду, снова, окей. Там всё, стоп, стоп. Дулся, я говорю, сразу же. Окей. Давайте так. Мы ничего вопросов не задали ни одного. Я задаю питание. Кто твоя аудитория? Это бизнес? Это предприемцы? Или это просто такие обычные люди, которым, возможно, чего-то хочется в жизни? Спасибо за вопрос. Это смешанная аудитория. Спасибо за уважение. В основном я заметил по статистике, что это ребята, которые хотят чего-то научиться, которые только на начале какого-то своего дела, открытия. Также есть небольшое количество предпринимателей и уже бизнесменов мелкого и среднего бизнеса. Которые ходят на эти... Они ходят на мероприятия, с которыми мы уже начали более тесно общаться, дружить. И с помощью этого проекта я нашёл себе очень крутых друзей. На час. Очень благодарен этому. Ну, окей. Это проект прибыльный или неприбыльный? Это твой проект денежный? Ты деньги зарабатываешь на этом? Я пытаюсь на этом зарабатывать. На организации, да? Да, но прибыль та, которую приносит проект, покрывает чисто рекламу и расходы на проект. А каким образом ты рекламируешь себя? Соцсети. Это стоит денег? Это стоит 10 долларов на месяц. Я выбрал такой бюджет. 30 долларов в неделю примерно уходило. Это, допустим, паблики в Инстаграме наши городские некоторые. И третированная реклама. Это утренний город я видел, да? Да, да, да. Твой бюджет, рекламный бюджет где-то ты в 30 долларов ограничиваешь. Да. Остальное деньги это твои деньги. Какая маржа? Так это вот эти деньги, которые я перекрываю. Это 30 долларов. Я не могу дальше вылезти. Смотри, у меня было сколько там, человек 8, 10, не помню сколько. Да, и по 200 гривен. По 200 гривен это 2000, а 30 долларов это 750. Это на вас было много людей относительно. Были такие мероприятия, что было 2-3 человека. Ну, конечно, пришел старший сын, младший. Нет, никто из моих не приходил. На круг смазывается. Жена. В общем, на круг взять. Тима, подруга жены. Ну, слушай, давайте я послухаю. Мені цікаво. Окей. Так, в воскресенье приходи и послушаешь у него на его этих лекциях. Да, у меня денег нет. Нам зарплатят. Хорошо. Ну, а что ты хотела узнать? Я хотела узнать, что тебе, кроме этого твоего консалтингового, организационного, какого-то бизнеса, скажем так, ты еще, кажется, ведешь блог 100 днів без страха. Без страха? Без страха. Это был крайний такой челлендж мой. 30 дней. 30 дней без страха? 30 дней без страха. Я думаю, услышу. Без страха? Я всегда слышу 30 дней без страха. Думаю, так у Гринделя вся жизнь. Это челлендж. Почему? Йо, ***. И как тебе удалось выжить 30 дней без страха? Оглубиться в этот челлендж? Это звучит, как говорили, что. Без страху. Все, хорошо. Если вам интересно послушать, давайте я отвечу целиком. Да, конечно. Этот челлендж подразумевал под собой выступать на камеру рядом с незнакомыми людьми, чтобы было больше, чем три. В общем, ну, как бы идти наперекор своему страху. Потому что публичное выступление, и вот здесь, как я сижу с вами, это для меня огромный страх. И каждый раз, проводя такие для себя челленджи, я как бы усовершенствуюсь. А ты когда, извини, пожалуйста, а ты когда выбирал количество дней, ты выбирал количество страхов? И ты каждый день боролся? Или у тебя была там неделя? Боротьбы с агорофобией. Ну, да, да. Нет, нет, это было чисто 30 дней. Так мы знаем, около 30 дней на выработку привычки. Ну, это разное. Есть 21, есть 40. Ну, около. Я 30 дней этих, получается, боролся со своим страхом публичных выступлений на камеру. А, то есть у тебя был один страх. Один страх ты был. И ты с ним боролся 30 дней. Верно. А сейчас ты боишься? Продолжаю бояться, но меньше. А ты много выступал? Выступал, ну, может, на пальцах можно шесть. Что за 30 дней челлендж, если ты за них один раз выступал? Я каждый день снимал сториз или две сториз. То есть 15-30 секунд в этих рамках я боролся со своим страхом. Я что-то рассказывал о сегодняшнем дне или что собираюсь делать, или просто что-то вещал, что придет первое на ум среди людей незнакомых. И помогло? Это и был челлендж. Да. Помогло? Серьезно? Да, да, да. Короче, я не знаю, вы хейтеры собрали, Женьки? Мне нравится, например, то, что он делает. Спасибо. Круто. Человек, человек на полгода, по-моему, да? Так иди к нему сядь тогда, сиди рядом с ним. Что ты делаешь? Подальше. Я вообще могу. На коленке ему сядь. Мне нравится то, что делает Женька. Ты его возьмешь так за коленку, чтобы он не боялся. Он полгода уехал с Кировограда в Киев. И как собачка сейчас красивая. И что в Киеве делал? И что ты делал? Фрилансер на футбике или что? На бизнес-курсы. Пока вы там вот олялякали языками своими, где это непонятно где. Человек бизнесу учился. Ну и навчився? Да. Ну смотри. Классный. Кстати, он вас сейчас собрал. Не вы его сжали сюда. Поэтому подвести гривенский бизнес. Смотри, это очень круто, это очень круто, крутое выступление, ну круто, такие штуки собирать. Единственное, что для меня это было. Я потратил там определенное количество времени, ну не знаю для чего, ну не знаю для чего. Я не получил никаких фидбэков, я не получил доход в кассу, я не получил личного вознаграждения, ничего этого не было. То есть ты меня использовал таким образом и на этом все закончил. Где бабки, Жека? Ты понимаешь, да, что я не хотел получить 100 рублей каждого человека, кто пришел. Я хотел, чтобы они там выпили кофе или там что-то еще, или чтобы мы это как-то так, чтобы ты положил еще 30 долларов на освещение моего заведения, которое мы находили. Ну то есть каким-то образом. Упил лампочки. Я получил какую-то обраточку, я ничего не получил. Ты воспользовался, люди получили информацию, а мне все равно. Ну как бы, а мне, а зачем это было мне? Ну и так, напевно, с иншими, чи не? Так и с тобой будет, Лена. Сейчас вы закончите, я отвечу. Да, давай. Да? В первую очередь бизнесмен, конечно же, думает о деньгах, вот как вы сейчас делаете. Это нормально. Спасибо большое. Я успокоился, я сейчас как-то в психиатре. Да, я как психолог. Моя модель вот этого развития, проект в цели, в частности, это модель взята отчасти с «Магия утра». Киевское есть такое сообщество. А, «Магия утра». Да, там где они собираются, два раза в день, с 7 утра. Да, да, да. То есть по книжке, по книжке, грубо говоря, это было создано. Потому что фильм не очень. Там очень похожая модель, и там спикерам не платят деньги. Почему? Потому что спикеры, многие спикеры очень много полезного для себя берут, в первую очередь, когда ты чему-то, что-то рассказываешь свое, ты делишься своей практикой, своей теорией, своими наблюдениями. Ты как бы, когда обучаешь людей, ты сам дополнительно обучаешься, в первую очередь, это раз. То есть много нематериального. Второе, допустим, если ты занимаешься каким-то бизнес-консалтингом или же там развитию или продвижению Instagram-странички, ты можешь взять новых клиентов для себя. Или же на обучение их, или же на продвижение. То есть это второй момент. И третий момент, в случае вас, показать людям ваше заведение. Может, кто-то из моей аудитории не был в вашем заведении. Я, конечно, не гарантирую, что они, видите, как получилось, что они особо не заказывали у вас ничего. Потому что... Ну, невкусно. Ну, не знаю. У нас люди, на самом деле, такие тяжелые к этому. И, может быть, у нас в городе люди не так много зарабатывают, как в Киеве. Потому что в Киеве, когда я ходил на магию утра, там люди заказывали целые завтраки. О, Боже! Которые стоят 200-300 гривен. Так все, человек, надо просто к тебе приходить. Просто проблема, чтобы у меня не было завтраков. А так, в принципе, все норм. А вам, на самом деле, Виктор, понравилось вещать людям? Это был не вопрос, кстати, вещать. Чувствую, по-моему, тебя прокачивают сейчас. Я вообще чрево вещатель. Есть бизнес молодость, а ты бизнес... Чрево вещанием занимаешься. Ну, смотри. Мы просидели вместо одного часа три, наверное, да? Да, вас было не остановить. Это два. Мне показалось. Вам было очень интересно. Подожди, а что ты сейчас наезжаешь на человека? Три? Люди пришли на час, уже хотят уходить, а ты все трендишь. Куда пошел от нас туда? Мы сейчас еще кофе у него возьмем, еще тут останется. И очень много мне в группе отписали, что еще с Виктором сделать. Очень понравилось. Фак-апы тема. Я просто считаю, что человек, который выходит и что-то людям дает, он должен получить что-то в обраточку. Ну, там, как бы, я не получил никакой, ни отзывов нигде, ничего, никакой информации. Ноль. И поэтому в следующий раз, чтобы пойти на такую программу, я три раза подумаю, зачем оно мне. Короче, Женька, дашь ему двести. Ну, я не наделал столько фак-апов еще дополнительно. Спасибо, кстати, за фидбэк. Я теперь у меня будет пища для размышлений, как в следующий раз, допустим, с вами подготовить встречу, чтобы вам это было более полезно. Слушай, Жень, я... Это ему не полезно треба, ему было бы выгодно. Ну, выгодно. Он же бизнесмен. Полезно, выгодно одно и то же. У тебя же есть этот, я, насколько знаю, есть реальный бизнес, чем ты занимаешься, да? Да. Женька у нас продает орехи. Да ладно. Правильно? Серьезно? Да-да. Налоговая. А тут... Не, не налоговая. Смотри, мы с каждым гостем своим пытаемся проводить всякие разные интерактивы. Сейчас, подожди. Витя, ну не расстраивайся. Не, не расстраивайся, все нормально. Витя, отдадут тебе 200 гривен. Отдадут, да? Все нормально. В общем, смотри. Есть у нас такая штука, называется дозвончик, да? Да. Я тебе даю номер человека. Ты сейчас звонишь с моего номера. Хорошо. Я у него не подписан, скажу сразу, потому что я взял в интернете этот номер. Человек наш, Кропивницкий, занимается пахловой. В общем, тебе нужно будет продать ему орехи. Сможешь это сделать? Да, конечно. Ты представляешься, с ним завязывается разговор, и я тебе показываю карточку. Я вставляю, когда мне удобно. Ты можешь логично подвезти до цієї штуки. Алло. Алло, Захар, добрый день. Здравствуйте. Это Женя беспокоит. Я занимаюсь грецким орехом. Я знаю, что вы занимаетесь пахловой, и могли бы мы посотрудничать. Я могу вам предложить свой продукт на продажу. Какой продукт? Грецкий орех. Битый грецкий орех. Сколько у тебя есть? Я предприниматель с миллионным оборотом, поэтому объем любой могу предоставить. Любой, да, можешь предоставить? Да, сто килограмм, десять, две тонны. Две тонны? Но мне нужно продать оптом два килограмма орехов сейчас. Сейчас такое обстоятельство. Вирус, все дела, два килограмма. Два килограмма ореха, да? Два килограмма, будешь брать? Тебе, кто мой номер дал? В интернете ты же размещал в OLX. Или твой помощник? Да, это депутат, что моя. Татя, она скидывала, да. Знаешь, на Луночевском кондитерке моя? Ты знаешь, что я лучше пасхара города делаю? Да? Смотри, два килограмма это мало, мне надо больше. Больше. И мне надо сочный, понимаешь? Сочный. Хорошо, только если все заберете, чтобы я не возил по 300 грамм. Пойдет? Два килограмма, говорю, мало? Я, ну, давай. Давай, ну, смотри, я завезу сначала два килограмма, а потом будем уже обсуждать дальше сотрудничество. Как образец? Нет, смотри, знаешь, как ты делаем? Давай ты возьмешь, короче, свой орех, сфоткаешься с разных ракурсов, да? И на Viber мне скинешь, мне важно, как он выглядит. Он мне сочный. Туда руку засовывать надо и показывать, что внутри и снаружи? Нет, не надо. Мне это не важно. Смотри, я вам посылкой могу отправить один орех на пробу. Так пойдет? Без фотографий. Смотри, я жгаю, посылки-массылки меня не интересуют. Это слишком много времени у меня занимает. Я тебе сфотографирую, да, все, и на Viber мне скинь. Давай я сфотографирую и посылкой пришлю тебе все. Ну, я тебе просто сфотографирую. Смотри, ну, мне просто не особо есть время на это все. Я хожу и шатаю деревья сейчас. А вот и там шатаешь, я не помню. Шатаю деревья. Ты меня шатаешь? Это ты мне сказал? Где вас найти? Где вас найти, скажи? Ты меня хочешь найти? Где вас найти, скажи? Ты кто, перепутал там совсем? Где вас найти, скажи мне? Я тебя сам найду. Где я тебе сказал, да? Евгений, эти твои орехи в твой орех зашутся. Не, дай, шли. Я не получила. О-о-о-о, прекрасно. Я просто сейчас... Нет, Жека, Жека. Нет, Жека, просто сначала ты говоришь. Вы, вы, потом ты. Я просто сейчас заблокирую этот номер, потом... Вот он мне... Вот от тебя найдет. Эй, по IP вычисли, но не знаю. Я тебя орех твоей засуну. Обычно такие разговоры мы видим. Примерно. Серьезно? Ну, ты классно справился. Да, молодец. Молодец. Спокойно. Я не боюсь тебя. Молодец. Это было прекрасно. Але поясни мені, чого ти звертався до свого потенційного партнера на ти? Да, кстати. Ну, потому что нужно показать себя с позиции сверху или наравне. Если ты начнешь с вы, то он может тебя или ценой прибить, или что-то еще. О, ничего с другим не будет. Давай так, чтобы мы уже подфиналили. Ты можешь дать 5, например, основных каких-то рекомендаций тим, кто хочет максимально налагодить коммуникацию зі своими майбутніми потенційными партнерами? Давай, вот первое. Что нужно сделать людине? Ну, такой интересный совет. Ну, в первую очередь, мне кажется, нужно... Ну, я всегда люблю развиваться. И не могу без этого жить. И мне кажется, людям тоже нужно вкладывать свое развитие. Захар, красавчик, молодец. Заходи, 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 брат, заходи. В общем, Жень, это... Скину фотографии. Это мы решили тебя разыграть немножечко, на самом деле. Ладно, ладно, давай, 5 лайфхаков. Давай, 5 лайфов, и мы финалемо. Ну, мне кажется, нужно вкладывать в себя, развиваться. Само світа. Сама світа по-любому, потому что... Другий. Другий. Это очень много, 5. Давай 3. А для бизнеса 5 это вообще не... Ну, это... Давай 3, окей. Ну, конечно же, делать попытки. Звонить, общаться, налаживать общение с этими клиентами. Как бы... После проб и ошибок будет какой-то результат. Только так. Если ты ничего не делаешь, что у тебя 100% не будет результата, если что-то делаешь, 50 на 50 уже выравниваются шансы. Или провал, или ты договоришься. Окей, самого світа. Звоните людям. И третий. Три достаточно, да? Прийти звонки від людей. Третий. Не бояться отказа. Все правильно. Читайте книжку. Если у вас 99 раз послали НАТО, вы на грани рентабельности. И на этой святковой ноте. Я подсумую нашу программу. Хочете стать хорошим бизнесменом, предприемцем, або просто хорошим комуникатором? Маете до кого звернуться? Можливо, вам допоможе. А если нет, если вы имеете страхи, то заходите на страницу Дружени и увидите, как можно бороться с ним за 30 дней без страха. 30 дней. 30 дней без страха. Спасибо. Всем хорошего наступного тижня. И до встречи наступной неделе. Пока. Пока. Чак Норрис досчитал до... Пересчитал все звезды три раза. Давай перепишем. Чак Норрис досчитал до бесконечности два раза. А моя любимая жена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова